Ни для кого не секрет, что в вопросах моды и красоты чаще всего тинейджеры разбираются куда лучше своих родителей. И вы знаете, если вы услышите такой разговор об уколах красоты среди старшеклассниц 21 века, я считаю, что не стоит удивляться, ведь это абсолютно очевидно в кабинетах косметологов с каждым годом. Возраст клиентов только молодеет. Нынешние подростки мечтают походить внешне на голливудских звезд. Например, сейчас на пике популярности Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Давайте прямо сейчас взглянем на их фотографии до и после их возрастных изменений. Любопытно, что девушки утверждают, что добиться таких изменений в красоте им помогли только сброс лишних килограммов и, конечно же, удачный макияж. Но вы знаете, косметологи ехидно улыбаются, потому что, очевидно, девушки прибегали не к одной пластической операции. Но вот на что готовы наши белорусские подростки для того, чтобы добиться того самого инстаграмного лица, выясним сегодня в ближайшие 52 минуты. Если вы тоже хотите присоединиться в наш прямой эфир, в правом нижнем углу экрана есть QR-код, наводите на него камеру своего смартфона и присоединяйтесь в наш телеграм-канал. Там мы у вас спросили, на что вы готовы для того, чтобы получить ту самую красоту, естественную или не очень, на какие косметологические процедуры вы готовы пойти ради инстаграмного лица. В эфире пин-кода прямо сейчас. Все обсудим. Меня зовут Наташа Павшок. Стартуем. Сегодня в программе. Какие пластические операции делают себе подростки во всем мире и чем это чревато? Обсудим. Как собрать косметичку, которая заставит твою кожу сиять? Узнаем у экспертов. И как социальные сети влияют на восприятие собственной внешности? Смотри пин-код и узнаешь. Наверное, каждой девушке хоть раз в жизни хотелось что-то в себе изменить. Но какие косметологические процедуры разрешены подросткам? И как с ними не переборщить? Узнаем у нашей первой гости в студии. Давайте знакомиться. Анна начала посещать косметологов 14 лет. Считает, что бьюти-процедуры не только помогают усовершенствовать внешность, но и поднимают настроение. Анна, ты посещаешь бьюти-кабинеты уже с самого школьного возраста, как мы поняли по твоей визитке. Что ты делаешь и как это тебе помогает? Добрый день. Во-первых, всем хочу сказать всем привет. Я действительно начала ходить к косметологу с 14 лет. На тот момент это было связано с тем, что у меня были кое-какие недостатки, несовершенства подростковые с кожей. И для того, чтобы это все не запустить, я начала посещать косметолога, так как знала, что сейчас в нашем мире очень много доступных средств. Какие процедуры ты делала на тот момент, в 14 лет? На тот момент я у косметолога делала ежемесячные чистки, плюс она мне подбирала домашний уход, давала какие-то консультации по питанию. И также я начала посещать мастера по бровям, потому что в детстве были кое-какие нюансы, я их немножко испортила. И для того, чтобы поддерживать красоту, для того, чтобы у меня был красивый широкий взгляд, чтобы лицо выглядело таким прям выразительным, я начала ходить к мастеру-бровисту тоже каждый месяц. Хорошо. Сейчас тебе сколько лет, напомни? Сейчас 19. 19 лет. То есть 5 лет ты посещаешь косметолога. Хорошо. Но очень часто бытует мнение о том, что косметологические кабинеты, бьюти-индустрия очень часто затягивает. Тебя не затянуло? Вот что сейчас, например, ты делаешь? Добавила ли ты к чисткам лица какие-то еще процедуры, может быть, инъекции или еще что-то? Да, действительно. Могу сказать, что есть такой момент, то, что когда ты не ходишь к бьюти-мастерам, не посещаешь косметолога и все остальное, тебе кажется, что что-то не так начинает происходить, что что-то резко выскакивает, появляется. И у меня те проблемы, которые были, на какое-то время прошли, но дальше они возобновились. Я продолжила ходить к косметологу, плюс подключила к дерматологу. Я делала инъекции, но это было, опять же, для лечения. То есть это тоже как бы естественная косметология. Инъекции тебе посоветовал делать косметолог, врач? Да, но мне делали такую процедуру, как плазмолифтинг. Это когда плазму вкалывают в лицо, чтобы кожа быстрее регенерировалась. Я делала это опять же. Во сколько лет ты это делала? Первый раз я сделала в 16 лет. А это разрешено по закону? Да, это было с согласия родителей разрешено. Со мной пришла мама, она дала согласие на то, что... Устная или она должна была дать письменное согласие? Нет, она письменное согласие дала. То есть это все проводилось в медицинском центре. И эту процедуру мне рекомендовали. Я слышала, что она помогает. Ее делают не только для лица, ее делают и для колена, если какие-то проблемы. Делала такую процедуру. Больше никаких инъекций на лицо в 16-17 лет я не делала. Хорошо, друзья. Я вас уверяю, сегодня в эфире мы услышим множество советов. Но первое, что я бы хотела вам сказать, если вы уже решитесь на подобные процедуры, ни в коем случае их не делайте где-либо, кроме косметологического кабинета. У врача должны быть сертификаты и все, что подобается квалифицированному специалисту. Я верно говорю? Да, конечно. Я думаю, что доверять этот вопрос можно только специалистам. Хорошо, давай перейдем в такую эмоциональную составляющую. Ты говоришь о том, что когда тебе делают уколы красоты или же ты не ходишь в кабинет, ты чувствуешь какие-то недостатки в себе. Ты чувствуешь их эмоционально или ты чувствуешь их физически? Нет, нет, нет. Я чувствую то, что... Ну, то есть я замечаю действительно то, что эти процедуры мне помогают. И, например, когда я перестаю что-то делать, ну, бывает такое, что я замечаю, что в целом было бы неплохо вот сходить там к косметологу, сделать какой-то уход для лица. Потому что, ну, опять же, вот я столкнулась с такой проблемой в подростковом возрасте, и для того, чтобы не пошло отката назад, сейчас я это поддерживаю. Планируешь ли ты пойти дальше, например, сделать какие-то уколы красоты? У меня не было никогда в голове такой картинки, вот как сейчас на сюжете нам демонстрировали, стать куклой. То есть от меня это очень далеко. Для меня все посещения каких-то бьюти-мастеров — это вот как гигиена. Просто мне нравится, чтобы у меня были ухоженные волосы, чтобы у меня было ухоженное лицо. Я сделала инъекции в губы, я два раза увеличивала губы, совсем чуть-чуть, потому что у меня, мне не нравилась моя верхняя губа, и я по знакомству, ну, то есть... Хорошо, а изменилось ли твое эмоциональное состояние после того, как ты переделала форму губ? Я, когда была с тонкой верхней губой, я не хотела улыбаться, ну, чтобы было видно зубы, потому что мне казалось, она подкасывается, выглядит некрасиво. Сейчас мне кажется, что я стала чаще улыбаться зубами, вот. Но эмоциональное состояние, ну, конечно, оно изменилось, потому что, когда ты вот смотришь на себя в зеркало, у меня не было никогда никаких комплексов по поводу внешности, но вот мне захотелось попробовать. Скажи честно, тебя на эти изменения кто-то вдохновляет или ты просто пытаешься стать лучшей версией себя? Никто не вдохновляет. Я слежу за какими-то, естественно, блогерами, то есть у меня есть какие-то стандарты красоты в голове, но в целом это лишь, вот, знаете, чувство своего сердца. Вот просто я прислушиваюсь, и если я понимаю, что это будет безопасно, в первую очередь, для меня, для моего здоровья, для моей внешности, то я могу что-то попробовать. Друзья, давайте будем честны, фото инфлюенсеров в социальных сетях очень часто диктуют именно нам моду и новые веяния в косметологии, красоте, уколах красоты и всем остальном. Так вот, до чего такие веяния довели нашу белорусскую школьницу? Давайте узнаем прямо сейчас. Раньше цветные волосы и милые кеды, а сейчас черная одежда, смоги и грубые шипы. София поддалась влиянию соцсетей и кардинально сменила внешность. Я много слушала глэм-металистов и наблюдала за их творчеством и внешним видом в соцсетях. Я вдохновилась их эпатажной дерзкой одеждой, их стилем, а также их любовью к металлическим украшениям. Еще на мой стиль и манеру речи повлияла Даша из «Папиных дочек». Она эпатажная и любитель дерзкого черного макияжа. Мне нравится, что она ставит свою точку зрения, и я начала делать так же, как она. Откуда у меня седой волос? Я только вчера покрасилась. София переняла стиль героини сериала и стала Готкой. Благодаря новому образу она даже нашла друзей. Когда я стала частью субкультуры Готов, я начала искать единомышленников в соцсетях. Я нашла одну девочку, которая одевалась так же, подписалась на нее со временем, когда мы с ней подружились. Она рассказала мне о различных мистических явлениях, которые верят Готы, а также о религиозных тематиках. Поверив в магическую силу украшений, девушка начала их покупать. Кулон дары смерти символизирует силу смерти над людьми, а ангх – египетский иероглиф «ключ жизни» – бессмертие. Вообще стоит сказать, что Готы, они тоже достаточно неоднообразны. Если говорить о мистике, которая их окружает, то это, наверное, больше способ отвлечься от мира, отказаться от того бытия, в котором они оказались, и немножечко противопоставить себя. Такая мистификация позволяет людям изучить свой внутренний мир. Для интровертов это идеальный способ найти, скажем так, спокойствие и умиротворение. Быть не похожим на остальных – главная идея субкультур. Подростки поддерживают ее своим внешним видом, а родители начинают волноваться. Родителям следует опасаться больше, наверное, морального состояния ребят, которые выбрали Готику, потому что они замкнуты на себе. И вдобавок ко всему научить ребят реагировать на реакцию окружающего мира, потому что не всегда она, ну скажем так, здоровая. Нестандартные образы привлекают много внимания. К этому нужно быть готовым. А использовать соцсети для поиска себя стоит. Но помни правило – изменяя внешность, не навреди здоровью. Тренд на косметологические процедуры и пластические операции среди подростков – это опасное вение или естественное стечение обстоятельств в нашем современном мире? Предлагаю выяснить прямо сейчас, но прежде чем мы познакомимся с гостем, я бы хотела прочесть ваши комментарии, друзья. Вот нам Артур Васько пишет, что какой бы ни был человек в душе, главное, чтобы он был красив, человек был не грубый и не унижал и не оскорблял. В общем, наш зритель Артур пишет о том, что внутренняя красота ничуть менее важна, чем внешняя. Наш следующий гость в студии считает точно так же. Давайте с ним познакомимся. Илья уверен, что главная ценность в девушке – это естественность. А те, кто делает перманент бровей и уколы в губы, теряют свою уникальность. Почему же, почему же хочется спросить, Илья? Почему, по твоему мнению, все-таки пластические операции, косметология только рушит женскую красоту? Лично для меня пластические операции, ну, во-первых, они могут быть опасными для девушки и могут привести к неприятным осложнениям. А в чем, собственно говоря, это опасность, на твой взгляд? Ну, во-первых, ну, если смотреть с психологической точки зрения, лично для меня, когда девушка делает пластические операции, она, во-первых, ну, как бы меняет себя не только внешне, но и изнутри, потому что это, ну, уже она как бы не становится той, какой была раньше. А если девушка не принимает себя, то есть она считает, что она должна выглядеть лучше или вообще по-другому, что ей всю жизнь надо мириться с тем, как она выглядит, и со своим отражением в зеркале? Не, ну почему же? Ну, как мне кажется, каждая девушка по-своему красива. Ей надо просто найти то, что, ну, ей может понравиться в себе. Ну, принять в себе той, какой она есть. Ты знаешь, вот многие говорят, что за естественную красоту те, кто не могут себе позволить ту самую неестественную, те самые процедуры и уколы красоты. Ты с этим согласен? Я с этим в корне не согласен, поскольку, ну, есть люди, которые могут выступать за естественную красоту, для которых, например, те же веснушки – это их плюс, а для кого-то веснушки – это будут минусы, и они будут пытаться их убрать. Хорошо, а что для тебя личная естественная красота? Лично для меня, естественно, красота, ну, у девушки – это… Ну, она показывает себя той, какой она есть. То есть она не стесняется своих минусов, а видит в них даже плюсы. Хорошо, ну вот у нас есть прекрасная гостья – Анна. Ну, разве она не выглядит естественно? Ну, вполне выглядит естественно. Если бы Анна нам не рассказала о том, что она любит косметологические процедуры, наверняка ты бы даже не понял, что она их делает. Наверное. Вот как ты считаешь, это уместно или всё-таки естественная красота должна оставаться естественной? Где-то не замазана красная точка, где-то веснушки не спрятаны, где-то чёрные точки не удалены, где-то лишний волосок не удалён. По-твоему, это уместно? Ну, мне кажется, да. Если девушка изменяет своё лицо полностью, полностью, ну, прибегает, опять же, к пластическим операциям, это, ну, я считаю, неуместно. Это уже неестественно. Хорошо, но ты говоришь, что Анна, в принципе, у нас выглядит естественно. Так где, по-твоему, вот эта грань между естественными изменениями в себе, внешними и неестественными? Ну, лично мне кажется, что эта грань довольно-таки тонкая, и надо увидеть, ну, посмотреть на себя до и после. Если ты не будешь узнавать себя, значит, ты уже перегнул эту грань. Анна, а ты думала о том, чтобы сделать когда-нибудь себе пластическую операцию? Нет, никогда. У меня вообще не было никогда даже таких мыслей, чтобы поменять что-то на лице, прямо кардинально там, не знаю, сделать скулы. У меня всегда были щёчки, мне они нравятся, они нравятся всем моим близким. Я никогда не хотела ничего подобного делать, и с телом тоже. То есть для меня просто мне нравится быть ухоженной. А что для тебя естественная красота? Для меня естественная красота — это, ну, наверное, это когда девушка чувствует себя комфортно в своём теле, она в себе уверена, она уверена в том, что вот она пойдёт там на улицу, и она будет рада этому дню, то есть она будет себя чувствовать очень хорошо, будет себя чувствовать легко. Вот. Илья, ты знаешь, я бы хотела ещё один вопрос обсудить с тобой, потому что Анна нам свою точку зрения уже более или менее ясную показала. Вот смотри, ты говоришь о том, что на твой взгляд, когда девушка меняет себя внешне, она меняется и психологически, и так далее. А как ты считаешь, когда девушка занимается спортом, она же меняется физически, где-то и, возможно, мышцы чуть больше вырастут, и какие-то изменения произойдут, в том числе и на лице, ведь это тоже мышца. То есть на твой взгляд, это тоже какие-то неестественные изменения или нет? Нет, это естественно. Ну, поскольку девушка просто, ну, занимается физическим спортом, это, наоборот, хорошая активность. А чем эти изменения тогда отличаются от тех изменений, которые мы делаем на лице? Ну, во-первых, когда девушка занимается спортом, она улучшает свое здоровье, свои физические показатели. Так, а если Анна нам говорит о том, что она ходит к косметологу для того, чтобы поддерживать свое внешнее здоровье, то есть вылечить какие-то постакны, к которому подвержены 90% наших зрителей, в том числе подростки, вот как ты считаешь, это про здоровье, про естественность, или это все же уже тоже не про естественность? Ну, скорее, больше уже не естественность. Вот такое интересная точка зрения, на самом деле, друзья. После рекламы к нам присоединится гость, который полностью за косметологические процедуры. Он считает, что даже парни иногда могут себе такое позволить. Давайте встретимся с ним сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Никуда не уходите. Далее в программе. Бьюти-голики против тех, кто за естественность. На чьей стороне юные белорусы. Расскажем сразу после рекламы. О каких бьюти-секретах молчат звезды. Обсудим в нашей студии. И изучим стандарты женской красоты в кино. Оставайся с телепроектом «Пин-код». Молодежный интерактивный проект «Пин-код» снова вернулся на ваши экраны. В студии вместе с вами обсуждают косметологию и красоту Наташ Павшок. Вы знаете, Тимоти Шеломе, Хейли Бибер, Кайли Дженнер, мы уже про них сегодня говорили. Это и есть те самые идеалы красоты для подростков в 21 веке. Прямо сейчас, мне кажется, все мечтают об вот этих впалых, скулах, пухлых губках. И как за вот этой погоней, за идеальной картинкой не стать жертвой косметологии. Разберемся прямо сейчас с нашим следующим гостем в студии. Давайте знакомиться. Арсений восхищается яркими девушками. Поддерживает тренд на уколы красоты. Предложил своей возлюбленной увеличить губы, но та отказалась. В итоге Арсений понял, им не по пути. Арсений, я не выпущу тебя из этой студии, пока ты мне не расскажешь эту самую историю. Что значит, ты бросил девушку за то, что она не увеличила губы? Там была, конечно, чуть-чуть другая история. Но вообще все началось с того, что моя девушка, она мечтала. У нее была реальная мечта с детства, это увеличить себе чуть-чуть губы. И она прям хотела, ей родители разрешили, все, можно было идти делать. Но в последний момент она как-то так передумала, и она вообще конкретно изменилась в себе. И она начала вот то, что она давно хотела, хотела это сделать. Все, она идет делать, а потом, когда уже села, например, в кресло, делать вот это, все, она говорит, я не хочу это делать. Так, и что сподвигло тебя бросить? И меня сподвигло то, что она не могла принять какого-то, понимаете, единого решения, итог. У нее как-то, она не могла прийти к нему. То есть тебя больше всего смутило не то, что она не сделала губы, а то, что она не довела дело до конца. Да, совершенно верно. Так, хорошо, а как это отразилось на ваших отношениях? То есть ты боялся, что что будет? На отношениях у нас отразилось чуть-чуть, конечно, это тоже все по-другому. То же самое, когда все было нормально, и она там начала менять свои решения. И отношения наши чуть-чуть пострадали тоже из-за этого. Анна, вот как бы ты отреагировала, если бы тебе парень сказал, что тебе пора подколоть губки, например? Для меня вообще это непонятно, потому что мне кажется, что все изменения, которые девушка хочет сделать, должны идти от нее, изнутри. Она не должна вписываться ни в какие стандарты, не должна становиться никакими копирками, куклами, как девушке, которая... Меняться ради кого-то в том числе, да? Ну смотри, у тебя получается такая интересная история. Интерпретируем ситуацию, выдумываем ее прямо сейчас. Ты сама сделала себе губы, подколола их, ты сказала об этом в прямом эфире. Если бы парень тебе сказал, что эти же губы давай еще немножко подколем, то есть на твой взгляд это тоже было бы грубовато? Или в принципе уместно, ведь ты сама это сделала? Ну у меня была все та же самая ситуация, только в реальности. Я предупредила своего парня, что я хочу подколоть губы. Он сказал, ну у тебя и так они очень красивые. Когда я их сделала, он сказал, что тебе очень идет, очень красиво, ты стала еще прям, еще даже интереснее. А если бы вот этот прекрасный парень, который тебя поддержал, сказал, а пора сделать еще больше? Ну если бы я это хотела, то я с ним бы согласилась и сказала, да, ты прав, я пойду тут к ним. А если бы нет? Если бы ты сказала, ну нет, я вот считаю, что вполне достаточно. Нет, я бы восприняла это как вторжение в мои личные границы. Мне бы, естественно, это не понравилось, потому что, мне кажется, никто не может принимать решения за другого человека. Даже в ситуации, где ты была изначально за. Да, вот такое интересное мнение у нашей гости. Арсений, давай переключимся к тебе. Что для тебя плюс вот в этой самой, возможно, операциях каких-то пластических, в этой самой красоте косметологии в 21 веке, уколах красоты и всем остальным? Честно говоря, я не могу никак перечить девушкам, которые хотят это делать. Я не такой человек. Я как бы могу просто сказать одно о том, что если она хочет это сделать и хочет делать, увеличить там себе чуть-чуть губы, скулы там подкачать, нос как-нибудь там красиво сделать, еще что-то. Ради бога. Я считаю, что девушка, она будет и с помощью медицинской какой-то помощи, она будет красивой, и без медицинской помощи она тоже будет красивой. Друзья, я предлагаю прямо сейчас почитать ваши комментарии в нашем интерактиве. И вот Иван, наш зритель, пишет. Я думаю, что нужно подчеркнуть важность здорового самоощущения и принятия себя таким, какой ты есть. Перед тем, как решиться на пластическую операцию, важно обсудить свои мотивы и ожидания с профессионалом. Красота – это не только внешность, но и самоуверенность, здоровье и гармония внутри. Я думаю, что очевидно, что все наши гости поддержат этот комментарий. Иван, нам очень приятно, когда к нам подключаются такие мудрые зрители, которые готовы так открыто свою позицию нам объяснить и рассказать. Спасибо тебе большое за то, что ты смотришь наш проект. Ну и, конечно же, я не могу не отметить, что сегодня вы пишете очень много красивых слов и в адрес меня. Спасибо вам большое, дорогие парни. Мне кажется, что вы не пропускали эфира о любви на прошлой неделе и теперь точно знаете, как общаться с девушками. Поэтому наши эфиры пин-коды не проходят дам, и это тоже очень хорошо. Я предлагаю вернуться к нашей теме эфира. Напомню, что мы сегодня говорим о пластической хирургии, уколах красоты для подростков. И, возвращаясь к тебе, Арсений, давай тогда проговорим, что для тебя естественная красота, для того, чтобы понимать всю картинку целиком в нашей студии. Ну, честно говоря, для меня естественная красота. Ну, вот передо мной есть девушка, правильно? И она там за наши отношения там определенный какой-то момент, она говорит мне о том, что она хочет там себе чуть-чуть увеличить губы. При том, что у нее там, ну, свои хорошие, красивые, большие губы. И я не могу ей перечиться, понимаете? Я скажу, да, вперед, иди, если ты это хочешь сама. Я тебя в любых твоих, как бы, желаниях я тебя поддержу. А ты не боишься, что чуть позже твоя подруга передумает и скажет, вот, это ты меня. Девушка. Девушка, хорошо, да? И если она передумает, позже скажет тебе о том, что это ты ее туда толкаешь. Ну, все, значит, буду я виноват, что я вот так вот испортил жизнь девушке. Хорошо, друзья, мы уже не раз сегодня вспоминали о Тимоте Шаламе и Хейли Бибер. Это такие инфлюенсеры, которые сейчас на слуху у всех, голливудские звезды. Давайте прямо сейчас посмотрим их фотографии. Вот как вы конкретно относитесь к чертам лица этих звезд? На мой взгляд, там очень много фильтров и фотошопа. А что думаете вы? Для вас это красиво? Вот, например, смотря на фотографию Хейли Бибер, я бы не сказала, что она некрасивая без косметики, что она некрасивая без каких-то уколов. Я часто вижу ее фотографии в Инстаграме. Она почти всегда ходит без косметики. Но мы сегодня показывали ее фото в тинейджерстве, и чуть позже мы показали фото во взрослом возрасте. Для меня, например, очевидно, что она изменила себе губы и, возможно, скулы. Да, конечно, все будут говорить, что я ничего себе не менял, я за натуральную красоту. Та же там Оксана Самойлова, которая говорила долгое время, что у меня там свои губы, но потом мы все узнали, что она их даже уменьшала, потому что она их уже перекачала. Во всем должна быть тонкая грань. И для меня, если девушка даже вот с какими-то изменениями во внешности, как Али Бибер у нее, ну, допустим, там подколоты скулы, подколоты губки, если она без косметики в реальной жизни выглядит классно, то, ну, какие могут быть проблемы? Это было ее решение осознанное. Она сделала эти процедуры не за наши с вами деньги, за свои. То есть мы никак не можем осуждать это и быть против. Хорошо, женское мнение нашей студии понятно. Для меня, Арсений, вот ты видел фотографию Тимоти Шламе. На твой взгляд, для мужчины, для парня уместно ли делать какие-то косметологические процедуры, например, или уколы красоты в том числе? Ну, смотрите, я могу так сказать. Наверное, вот прям 100%, он там спустя, так, наверное, лет 10-15, он хочет выглядеть молодым, и в связи с этим он и сделал себе такие операции. Вы знаете, многие согласны с нашим гостем в студии Арсением в том, что кукольная красота и тренды – это очень часто что-то такое вение, которое уходит. Но вторая половина и наших зрителей, и мира в том числе, считает, что все-таки стоит оставлять свои деньги у косметологов в кабинете. Сейчас, в 21 веке, на процедуру уже ходят многие подростки. Но вот на какие косметологические уколы красоты согласны белорусские подростки в том числе? Давайте узнаем прямо сейчас в сюжете. Недавняя тенденция показала, что возраст пациентов, подвергающихся пластической хирургии, уменьшается, поскольку растет число подростков, интересующихся пластическими операциями. Недавние статистические данные свидетельствуют о том, что популярность процедур косметической и пластической хирургии среди подростков растет, но эта тенденция не всегда вызывает тревогу. Общие процедуры, которыми интересуются подростки, в основном с целью лечения рубцов после угревой сыпи, включают неинвазивные дерматологические процедуры, такие как микродермабразия, химический пилинг и лазерная шлифовка кожи. В настоящее время достаточно популярны и процедуры увеличения груди, однако они не могут и не должны выполняться пациенткам моложе 18 лет. Нередко подростки пытаются уменьшить грудь из-за насмешек сверстников, издевательств в школе и боли в спине. Кроме того, среди юного населения растет востребованность иотопластики. Это процедура, которая обычно выполняется для изменения формы и коррекции выступающих ушей. Нос также является обычным предметом насмешек и издевательств над детьми школьного возраста и подростками со стороны сверстников. Хирургическое изменение формы носа или ринопластика также относится к числу часто выполняемых процедур. Главное помнить, что пластические операции – это не подростковые увлечения, а серьезное хирургическое вмешательство. Идти на такой шаг можно только проконсультировавшись с врачами, но и самому хорошенько взвесить все за и против перед принятием решения. К слову, организации, занимающиеся медицинской этикой, связывают бум подростковых обращений к хирургам с влиянием социальных сетей. Но что важнее – картинка в интернете или твое собственное здоровье? Тренд на пластические операции среди подростков вызывает опасения у многих. Но что мы должны знать в эстетической медицине, прежде чем прийти на те самые бьюти-процедуры? Давайте узнаем прямо сейчас у экспертов студии. Екатерина Мазынская – врач-косметолог. Убеждена, за любой эффектной естественной красотой стоит хороший косметолог, а, возможно, и хирург. Просто не все об этом знают. Екатерина, добрый день. Мы сегодня очень много говорим о красоте, но давайте разберемся, чем косметологические процедуры отличаются от пластической хирургии. Ну, это совершенно разные вещи. Косметологические процедуры – это то, что выполняет врач-косметолог. Это одна профессия, одно образование, а хирургические вмешательства – это выполняют хирурги, это совершенно другие вмешательства. Кроме того, косметологические процедуры, они тоже бывают разные. Бывают врачебные косметологические процедуры, Те, которые проводятся врачом-косметологом, это инъекции, это аппаратные процедуры, это нитевые методики. И есть уходовые косметические процедуры, которые может выполнять как врач-косметолог, как медсестра косметического кабинета, так и косметик, то есть человек, вообще не имеющий отношения к медицине. Хорошо, вот наши зрители в основном подростки. Давайте попробуем дать какие-то советы для них. Могут ли подростки делать какие-то косметологические процедуры? Если да, то какие? А какие категорически запрещены? По нашему законодательству косметологические процедуры в плане инъекций запрещены до 18 лет. За исключением тех случаев, когда это терапия, назначенная врачом-дерматовенерологом или косметологом для решения каких-то заболеваний кожи, тогда лечебные инъекции возможны. По нашему законодательству контурная пластика разрешена с 18 лет и является антиэйдж-процедурой. То есть, если мы будем разбираться в документальных моментах, девушка пришла в 18 лет, дождалась на день рождения и подарили деньги, она пошла к косметологу в 18 лет увеличить губы, но в карточке медицинской мы должны написать, что мы корректируем возрастные изменения губ. Да, у нас нет такой бьюти-процедуры, у нас есть возрастные изменения, которые можно корректировать с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. А бывало ли так, что подростки приходили, просили сделать какие-то процедуры, которые не стоит делать тинейджерам, и вы отказывали, например? Да, бывало такое. А что просят делать тинейджерам? Чаще всего, конечно же, это губы. Девочки очень хотят пышные, сочные губы. Дань моде – это первое. Второе. Бывает такое, что природа не позаботилась о пышности губ и очень-очень хочется. И так долго это ждать, 18 лет. И они страшно хотят, просятся. Да, и бывали у меня ситуации, когда приходит девушка, и внешне непонятно, есть ли ей 18 лет, нет. И я тогда на этапе консультации спрашивала у администратора, уточняла по поводу документов, всё ли было показано, всё ли. И несколько раз эти пациенты… Были отказы, да? Да, был получен отказ этим пациентам, получена консультация о том, да, можно, да, но нужно, чтобы было 18 лет. Ну, а как вы считаете, вообще с возрастом ведь меняются черты лица, возможно, губы тоже увеличатся или нет? 14 лет какие были, в 20 такие же и останутся. К сожалению, губы не увеличиваются с возрастом, они уменьшаются, и часто даже возрастные дамы, они не хотят какой-то там дань моде, да, они просто хотят вернуть хотя бы то, что у них было, потому что трофические изменения с возрастом наступают у всех. Ну, мне кажется, что главные советы, то, что мы должны подчеркнуть из ваших ответов, в том числе увеличение губ, это возрастные изменения. Нет, ну, не совсем так, это по нашему законодательству, но есть ещё и мода, есть ещё желание, есть ещё момент в том, что бывают губки, ну, действительно, не тоненькие, но они вот тоненькие, и девочке некомфортно, вот хочет она себе пышные губы. Просто есть закон. Мы, врачи, должны закон соблюдать, да, но никто не запрещает и говорит, вот тебе дала природа тонкие губы, вот и ходи с ними, и всё, пока ещё возраст у тебя не доступит, когда они совсем исчезнут, тогда уже приходи. Хорошо, друзья, мы тоже вас призываем всё-таки следовать букве закона, и прямо сейчас я предлагаю небольшой интерактив, мы посмотрим фотографии звёзд на экране, и я предлагаю обсудить, что вот они сделали, на ваш взгляд, аж чем их наделила природа, на ваш взгляд. Давайте попробуем прямо сейчас. Итак, на наших экранах появляется первая фотография, это фотография Хайли Бибер, мы сегодня очень много её обсуждали. Как вы считаете, изменило ли что-то в своей внешности Хайли? Мне кажется, там однозначно подколоты скулы, ну, потому что от природы, насколько мне кажется, я не сильно вообще следила за трендами, когда девушки делают именно пластику на лице, но мне кажется, что от природы скулы не могут быть настолько прям, как вот выраженные. Выраженные, да. Хорошо, Екатерина, давайте послушаем мнение экспертам. Может мой ответ быть заключительным? Или уже все высказались? Всё, мы хотим послушать вас. Ну, я предполагаю, что там иринопластика сделана, вероятно, удалены комки-биша, предполагаю. Комки-биша, это покажите, пожалуйста, нам, где это находится. Ну, это жировые пакеты, которые располагаются в области нижней. Челюсти, они достаточно крупные, придают объём области нижней челюсти, а девочкам кажется, что если их убрать, то лицо будет выглядеть уже нежнее, моложе, более лёгким. У нас есть ещё одна фотография Кайли Дженнер, мы сегодня тоже уже её упоминали в эфире, давайте посмотрим её фотографию. Вот, скулы не ярко выражены, но сделаны ли они, на ваш взгляд, Екатерина? Ну, вполне возможно, вполне возможно, просто дело в том, что ей-то не 18 лет, да, даже на этой фотографии, и вполне возможно, что наступили у неё возрастные изменения в 27, и она заполнила их и немножко подчеркнула. Ведь косметология – это не значит что-то надуть так, чтобы это всем было заметно, да, мы просто сейчас, ну, говорим в основном про подростков, но косметология – это про то, чтобы дольше, как можно дольше сохраняться вот в таком вот возрасте не самом старом. Ну, насколько я знаю, Кайли, почти моя ровесница, ей меньше 27. Ну, все стареют по-разному, понимаете, все стареют по-разному. То есть от типа старения надо индивидуально подходить? Я не вижу какой-то такой прям явного косметологического вмешательства. Ну, возможно, что-то и подколото, но совсем очень деликатно, понимаете, может быть деликатная коррекция, а могут быть вульгарная коррекция. Хорошо. Вот лисий глазки Беллы ходить, давайте прямо сейчас их посмотрим. Они, конечно же, завирусились буквально в социальных сетях, все о них мечтают. Как вы считаете, такое дается от природы? Или, возможно, она просто сделала удачную прическу, хвост, подтянула волосами? Я предполагаю, что здесь различные варианты могут быть. Начиная перманентным макияжем, мы можем нарисовать себе еще несколько рядов бровей, да, или карандашом, или визажистом может нарисовать их, как угодно подчеркнуть прической. Это из самого простого, я рекомендую, если девчонкам, подросткам хочется как-то видоизменяться, есть прекрасный способ макияж, да, мы можем себе нарисовать все, что угодно, потом смыть и маму с папой не травмировать до 18 лет. Если у нее это перманентно сделано, то, вероятно, у нее проведена операция хирургической височной лифтинг и задраны эти брови, а, возможно, и сочетание, что у нее перманентно они нарисованы, еще и их так подняли. Хорошо, у нас есть еще одна фотокарточка, давайте прямо сейчас ее посмотрим, и тогда уже продолжим обсуждение нашей звезды. Вот такая фотография, конечно же, это инстасамка. Как вы считаете, что сделала себе инстасамка и делала ли она вообще что-либо со своей внешностью? Я отвечаю, да? Ну, я думаю, что она все возможное сделала со своей внешностью, но мы должны понимать, что это образ, да? Это образ, это бизнес, она проект. И не факт, что ей все нравится, все, что происходит, у нее на лице, в теле и вообще все, что она делает, это определенный сценарий, по которому она вынуждена жить за какие-то свои моменты в жизни. То есть я могу привести Памелу Андерсон, в пример, да? Вот она в свое время эпатировала публику своим внешним видом и лицом, и телом. И кто-то подражал, кто-то возмущался, но тем не менее это имело место быть. Вот Памела Андерсон закончила свою карьеру практически, ну, не практически полностью. Да, самка выросла как раз к тому моменту, я считаю. Да, и сейчас она отказывается от любых косметологических даже вмешательств, не говоря уже о хирургии. Она насытилась этим делом, так скажем. Да, она насытилась, по-первых. Второе, у нее нет необходимости. Все, что она могла заработать, я так предполагаю, и хотела, она уже заработала. Сейчас она живет жизнью обычного человека. Она даже макияж не использует, это демонстрирует всем окружающим. Вот так, друзья, поэтому даже социальные сети звезд все-таки стоит смотреть с умом. Возможно, кто-то все эти инъекционные вещи делает и ради хайпа в том числе. Сразу после рекламы мы с вами узнаем, какие бьюти-тренды все-таки бывают опасны, а на какие стоит обратить внимание. После рекламы, друзья, мы встретимся в этой студии. А пока не переключайтесь, реклама на телеканале Беларусь-2. Далее в программе. Как Голливуд диктует нам стандарты красоты, узнаем сразу после рекламы. Что должно быть в косметичке каждого подростка, чтобы кожа была красивой? Расскажем в сюжете. И почему Инстаграм и ТикТок – главные виновники твоей низкой самооценки? Откроем секрет через пару минут. Пиши нам и оставайся с проектом «Пин-код». Молодежный интерактивный проект «Пин-код» вернулся после рекламы. Бум! Подростковых косметологических процедур, пластических операций безумно тревожит всех. Но кто вдохновляет наших подростков на эти самые тренды? Как с ними бороться? Давайте выясним с экспертом в студии. Наталья Музыченко – психолог. Уверена, что под влиянием социальных сетей многие подростки не могут рассмотреть в зеркале собственную красоту. А всему виной фото с фильтрами в Инстаграме. Наталья, давайте разберемся. Вообще проблема непринятия себя у подростков. Она существует и в чем она выражается? Здравствуйте. На самом деле, мне кажется, что несмотря на очень классную настоящую тенденцию бодипозитива, боди-нейтральности, все-таки проблемы существуют. Так. И поэтому подвержены больше всего наши подростки к тому, чтобы пойти в кабинет не психолога, казалось бы, как должно быть, а косметолога. Как вы считаете, нужно ли принимать все, что у тебя есть в подростковых изменениях? Например, акне или какие-то пятна или черные точки? Или все-таки в таких случаях стоит пойти к косметологу? Вы сказали очень важную фразу сейчас про то, что подростки действительно – это такой возраст ранимый. Им действительно трудно. Поэтому нам очень важно обращать внимание на окружение наших подростков и на то, как на них влияет среда, как наши родители на них влияют, соцсети. Стоит ли работать с акне? Почему бы и нет? Если это действительно влияет на жизнь подростка, и он понимает, что если с этим справиться, то он станет жить лучше, то да. И тут очень важно понимать, как ранее рассказывали, обращали внимание на здоровье. Если это вредит здоровью, то, конечно, с этим стоит работать. Хорошо. Так а где вот эта тонкая грань принятия себя, того, что ты должен понимать, что ты видишь в зеркале, и тебе это нравится? И тем, что, ну, мне не нравится акне, я хочу его удалить. То есть где вот эта тонкая грань между здоровым уходом за собой и деструктивным, нездоровым? Мне кажется, тонкая грань – это самоощущение. Если подросток понимает, что если я это не изменю, то всё, мне настолько нужно это изменить, что это будет влиять на мою жизнь. Если подросток чувствует, что таким, какой он есть, он не может жить, что если это изменение прям кардинально изменит его жизнь, то тут скорее уже про самоощущение, про, возможно, проблему с самооценкой, возможно, это про то, что у подростка есть проблемы с восприятием себя. Но если это… А, ещё тут важный момент тоже подчёркивали про то, что если это не собственное желание, и если это, возможно, увидел он где-то это, то, скорее всего, что это тоже не очень здоровая ситуация. Хорошо. А считаете ли вы, что перед тем, как ты идёшь к косметологу, стоит зайти в соседний кабинет к психологу и проговорить это или нет? Знаете, стоит зайти в кабинет к психологу хотя бы для того, чтобы понять, какая у тебя причина это сделать. Если подросток, допустим, пришёл бы ко мне с таким вопросом, и я бы его спросила, как изменится твоя жизнь, если ты это сделаешь? Если бы он дал чёткий ответ, что мне действительно это важно, и не было отсылок к тому, что все это делают, или про то, что… Модное веяние, тренды, инфлюенсеры и всё остальное. Хорошо, вы слышали. Простите, можно я немножко добавлю, как доктор. Смотрите, то, что касается подростков и косметологов жизни подростков. Подростки могут болеть. Угревая болезнь – это болезнь, да? Контагиозный моллюск – это болезнь. Различные виды бородавок, попелом и всякие остальные. Несовершенство кожи, которое, возможно, кто-то воспринимает как что-то там… Обычное. Обычное. Это болезнь точно так же, как насморк, точно так же, как отит, синусит или там, я не знаю. И это нужно лечить. Есть болезнь, её нужно лечить. И у подростков других вариантов не должно быть. И родители должны это понимать, что есть болезнь. То есть не будет же так, что у ребёнка, допустим, там, ангина, и мы не будем лечить, пойдём к психологу поговорим, как твоя жизнь изменится от ангины. Хорошо, Еветерина, вы говорите всё верно, но об исключительных случаях. Об исключительных. Иногда врачи и ринопластику тоже советуют. Сейчас мы говорим в среднем по статистике, поэтому получается так. Наталья, вы услышали наши истории от Арсения и нашей Анны. Может быть, вам есть что добавить, дать какие-то советы? На самом деле, мне кажется, что ваши истории, они очень важны и распространённые. Ведь действительно, сейчас такая тяжёлая. Вообще, в принципе, всегда подростковый возраст был таким тяжёлым. Хотя вы уже не подростки, исходя из вашего возраста, вы уже скорее старше. Я хотела бы единственное, что сказать, чтобы вы шли скорее за своим желанием и понимали, для чего вы это делаете, и как изменится ваша жизнь. И при этом, если это болезнь, то, конечно, лечить её. Хорошо. А может быть, вы понимаете, где та самая черта между тем, что мы занимаемся самопомощью, лечением, как Екатерина правильно сказала, каких-то моментов, и переходом в зависимость от этих косметологических процедур. Есть какая-то черта здесь? Вы очень классно сейчас вопрос задали, потому что действительно, ведь существует определённая зависимость, аддикция, когда мы делаем что-то, какую-то косметическую процедуру, и потом возникает такое желание делать, делать и делать, потому что мы получаем положительное подкрепление. В какой момент мы должны себя остановить? В тот момент, когда нам кажется, что если я это не сделаю, то всё. Вот так. Друзья, я надеюсь, что все советы вы подчеркнули для себя, записали этот чек-лист красоты в свой блокнотик. Но прямо сейчас я хочу с вами обсудить очень важную тему. Мне кажется, вдохновляют нас и в том числе женщины из мира медиа. Конечно же, мы смотрим фильмы, какие-то сериалы, как мы уже обсудили инфлюенсеров, которыми мы вдохновляемся и стремимся так же быть красивыми, как они. Но вот как менялись стандарты красоты женщин в мировой киноиндустрии? Давайте узнаем прямо сейчас. Мы привыкли воспринимать киноискусство в качестве развлечения. И тем не менее, оно ещё и мощный проводник идеологии. Начиная от политических идей до стандартов красоты. Но знаешь ли ты, как меняли стандарты женской красоты в голливудских фильмах? Начнём с эры немого кино. В начале прошлого столетия на экранах должна была быть обязательно молодая женщина с выразительными глазами, тонкими губами, подчёркнутыми тёмной помадой и пышными волосами. Этот образ был не только популярен в то время, но и отражал специфику киноизображения. Это не театр. Здесь требовалась яркая и точная мимика. Впрочем, это и точно отражало требования времени. Женщина должна была быть строгательной и хрупкой, чтобы стать героиней мужских грёз и объектом подражания женщин. А идеальные женщины 30-х-60-х годов зачастую повторяли историю Золушки. Женщины в кино должны были соответствовать патриархальным устоям. Великолепная Вивьен Ли в картине «Унесённая ветром» волнует мужчин одним взглядом, а кинодива Мэрлин Монро в её работах и вовсе воспринимается как что-то недосягаемо привлекательное. Но времена стремительно менялись, и в гонках за кассовым успехом 60-х студии берутся за экранизации популярных мюзиклов. Так в Голливуд попадают Лайза Миннелли и Барбара Стрейзанд, внешность которых весьма отходит от утверждённых в кино образов утончённых красоток. В 70-х появляется независимое кино, и вместо вылизанных идеальных лиц появляются фактуры полной эмоций. «Ветер перемен» в 90-х приносит бритоголовую Дэми Мур в боевике «Солдат Джейн» и спортивную Линду Хэмилтон в «Терминаторе». В 2004 году на экраны выходит дебютный фильм от Пэтти Дженкинс «Монстр». В нём привлекательной блондинке Ширли Стерон было позволено фактически уродовать себя со всей страстью. Именно этот эксперимент позволил актрисе быть разной, проявлять свою разноплановость и получить первый Оскар. Сколько бы ни проходило времени, всё равно голливудские кастинг-директоры будут отбирать актёров по внешним данным, а персонажи, которых мы видим на экранах, влияют на то, как мы воспринимаем и собственную внешность. Знаете, на самом деле очень важный здесь момент был подчёркнут о том, что насколько меняется наш взгляд на красоту, и за этими изменениями очень сложно уследить. Буквально 10-15 лет назад, может, больше была в моде худоба, потом были в моде ягодицы Кардашьян, сейчас в моду выходит ещё что-то. Невозможно меняться, невозможно подстраивать все эти изменения. Какой вывод мы можем из этого сделать? Придерживайтесь буди нейтральности, придерживайтесь того, что с вами всё норм, я такой, как есть норм, я могу меняться, я могу это делать, но при этом очень важно, чтобы это всё равно было всё здоровым и здравым. Хорошо. Вы знаете, я тоже, смотря этот сюжет, сделала некоторое умозаключение. Я понимаю, что сейчас в тренде какие-то подколотые губы, мы сейчас очень много обсудили то, что даже в естественной красоте какие-то изменения должны проводиться, они в том числе из-за твоего здоровья и лечения чего-то, но почему-то в киноиндустрии я ни разу не видела то, что иконы стиля становятся те, кто что-то сделал со своей внешностью. Это лишь мы заключение, это не факт. Друзья, если вы согласны со мной или не согласны, напишите об этом в наших комментариях. Но пока я хочу обратиться к нашим парням в студии и спросить, кто вам ближе? Вот прямо сейчас мы в сюжете увидели таких кардинально разных актрис, например, бритоголовую Дэми Мур или красотку Мэрлин Монро. Кто вам ближе на ваш вкус? Ну, я думаю, Мэрлин Монро. По моему вкусу, быть, она мне поближе. Почему? Ну, вот я даже как-то не могу так сказать, но она просто красивая. Вот и всё. Так, ну, у неё нет таких длинных волос, как сейчас, например, в тренде. Ну, а сейчас, может быть, в тренде совсем другое. Может быть, в тренде, я не знаю, там... Но она естественной красотой берёт публику. А ты же ведь у нас не за естественную красоту. Да, но она меня... Может быть, что-то ей всё-таки подколоть? Так вот, я хотел про это сказать, что она меня именно как бы зацепила своей вот этой красотой, но... Есть что доработать. Да, то, что ей нужно что-то доработать. Такая перспективная красота у неё, в принципе. А, на тебе кто из кинозвёзд ближе? Конечно, мне тоже ближе Мэрлин Монро, потому что для меня, когда девушки кардинально меняют свои прически, например, там, постричься на лысо, это сразу же вот то, что говорила наша психолог Наталья, то, что это не про здоровую психику, ну, как мне кажется. Возможно, это образ. Ну, или просто актёрская задача была у Дэми Мор такая, да? Да, 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 конечно. Но мне, естественно, тоже ближе Мэрлин Монро. Она икона стиля, икона красоты вообще на протяжении многих веков. Ведь это визуал, потому что Мэрлин Монро совершенно нестабильна в психике своей была, да? Несмотря на её образ. А женщина с побритой Дэми Мор, у неё, по-моему, психика, по крайней мере, не освещались. Её психологические проблемы пока, поэтому это опять же образ. И про Мэрлин Монро. Она задала, кстати говоря, моду на пышные губы. Просто ей природа эти губы подарила. И как же зарождается эта мода? Вот появляется человек с пышными губами или там более выраженными скулами, это совершенно натурально. Но на него смотрят другие, у кого таких форм нет, объёмов нет. И а почему мне так нельзя? Я тоже так хочу. Достигая там своего возраста, который позволяет законодательству проводить эти процедуры. И вполне себе можно делать. Я единственное, о чём хочу предостеречь подростка. Не делайте, пожалуйста, ничего перманентного. То, что останется навсегда. Огромные дыры в ушах, татуировки на лбу, всё остальное. Если у вас пришла такая фантазия в голову, посмотрите на своего папу в первую очередь. И представьте, или маму, как вот вы будете выглядеть в возрасте своего папы с татуировкой на лбу. Это один вариант, как спрогнозировать, всё-таки стоит такое делать или нет. И второй вариант, представьте, кем вы хотите быть в будущем. Ну, редко, когда вы представляете себя каким-то там неформалом, стоящим возле какого-то пивного бачка, да. Ну, всё-таки мы всё мечтаем о какой-то успешности, да. И подростки в том числе. И, ну, там, пусть не космонавтом, да, но каким-то бизнесменом, каким-то там серьёзным молодым человеком. И с такими дырами в ушах. Как это будет выглядеть? Как это будет воспринимать вас, когда вы подрастёте? И стоит задуматься, что вот эти вещи скорректировать, потом вернуть назад невозможно. Друзья, я думаю, что вы поняли всё, что хотела нам сказать Екатерина. Я уверена, что все её советы вы подчеркнёте и запишите в тот самый блокнотик. Или косметичку. Косметологические советы от Екатерины Мазынской, нашего эксперта в студии. Но прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть сюжет нашего корреспондента и узнать, что всё-таки стоит положить в свою косметичку подростков. С приходом весны у подростков меняется гормональный фон. Из-за появления большого количества света, цвета и яркости на улицах. Плюс к этому переходный возраст. Гормональный фон изменяется, и всущивание верхнего кожного слоя происходит намного реже. Это приводит к высыпаниям и избыточному кожному салу. Как следствие, необходим домашний правильный уход, потому что скопление кожного сала, мёртвых клеток, он может приводить к закупорке пор. Такой уход косметологи называют трёхэтапным. Он включает в себя очищение, тонизацию, нанесение крема. Попробуем собрать базовую уходовую косметичку для проблемной кожи подростка. Первое средство – очищающее. Очищение – это очень важный этап для кожи подростка, потому что скопление кожного сала, мы должны его очищать утром и вечером. Для подростков помладше можно использовать более лёгкие кремовые текстуры, средств, муссы, пенки. Для подростков постарше необходимо использовать гели, чтобы они тщательно снимали верхний слой жирного блеска. Отправляем в косметичку и переходим ко второму этапу – тонизации. Он, признаётся Вероника, не обязателен для подростка, но если после очищения вы чувствуете, что ваша кожа иссушена или стягивается, лучше всё же к тонизации прибегать. Третьим этапом является увлажнение – это использование кремов. И он будет обязательным в том случае, если есть применение лекарственных препаратов и кожа склонна к сухости. Летом и весной лучше использовать более лёгкие текстуры кремов, а зимой и осенью – более плотные, чтобы кожа не пересыхала. Незаменимое средство в вашей косметичке также точечное. Оно используется для борьбы с глинячковыми высыпаниями в составе кислоты, цинк и глина. Также подросткам не рекомендуется использовать пилинги, то есть гели с твёрдыми частицами, так как они лишь провоцируют акне. Если проблемы с кожей продолжаются, в особенности появляются глубокие и крупные воспаления, лучше обратиться к косметологу, чтобы избежать повреждения кожи лица. Друзья, завершим наш сегодняшний эфир ответом на вопрос для нашего зрителя. Анюта пишет. «Меня очень напрягают мои румяные щёчки. Я не знаю, что с этим делать и считаю, что это проблема. Как мне это исправить?» Екатерина, какой совет? Румяные щёчки могут быть просто признаком того, что человек эмоционален, но если напрягает, действительно нужно обращаться к врачу-косметологу-дерматовенерологу, чтобы исключить серьёзные заболевания, которые могут вызвать такую красноту. Вот так. Анют, я надеюсь, что наши советы тебе помогли, как и всем зрителям проекта «Пин-код». На этом у нас всё. Мы прощаемся с вами. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!